Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Все последние эфиры я говорил о том, что «Спартак» скорее всего станет чемпионом. Но и после 26-го тура этот вопрос еще не снят с повестки дня. Обо всем футбольном, что происходило за эти несколько дней, мы поговорим в ближайшее время с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Евгением Ворониным и Константином Щерберенко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что, как нам пиршество, которое показали нам команды, которые показали о том, что борьба за чемпионство все еще не закончена? Или закончена, Евгений? Я думаю, что не закончена. Ну, по крайней мере, хочется мне в это верить, что либо мы, либо «Зенит» соберется и все-таки даст бой. Мы, скажем так, хорошо набрашиваем уход «Спартаку». Ни «Зенит», ни «ЦСКА» не смогли дать бой в очных встречах «Спартаку», проиграли с одинаковым счетом 2-1. Александр, предчувствие того, что, скорее всего, уже не получится, как говорится, избежать, что «Спартака», скорее всего, станет чемпионом. Есть такое предчувствие? Конечно, есть. На чем оно? Это предчувствие не покидало с начала сезона, что «Спартак» станет чемпионом, потому что «Спартак» шел к этой цели уже давно. Очень давно. Очень давно. Уже поколение, болельщик выросло. Ну, ничего страшного, что поколение, но шел. То есть новый тренер, новая команда, тренер организовал команду, команда дисциплинирована, показала бойцовские качества команды. И этому подтверждение победа над «Зенитом», потом дерби с «ССК». Вот это дерби, оно важно для «Спартака» даже вдвойне. Эту победу даже болельщики «ССК», «Спартака» будут помнить, ну, долго будет помнить, так как игра и вот это дерби, можно сказать, чемпионская вот эта игра была на поле «ССК». Она вдвойне запоминает, ну, если я сейчас обращусь к болельщику «ССК», и он напомнит, болельщику «4-0». «ССК» первый раз проиграл на поле, вообще первый раз. Да, согласен. Первое поражение «ССК» на новом стадионе, не на поле, а на стадионе, наверное. Но, кроме матчей лиги чемпионов. Не, ну, мы считаем про «Спартака» это дерби. Это все понятно. Это все понятно. Итак, давайте, если у нас сейчас есть возможность, мы посмотрим результаты, которые показали команды в 26-м туре, и уже более детально будем говорить о матчах 26-го, там, 24-25-го тура. Итак, Краснодар Анжи. Краснодар неожиданно отступился в игре с аутсайдером и осложнил себе задачу напрямую войти в Лигу Европы. Крылья Совета Фаренбург, 14-й, 15-й команды никак не определят, кто из них все-таки пойдет дивизионом ниже. «Зенит» без проблем обыграл «Томми», «Ростов» обыграл «Мкары», приблизился к первой четверке. «ЦСК» «Спартак», «ЦСК» «Спартак» 1-2. Тут действительно был разговор о дерби, и «ЦСК» свой матч проиграл. Уфа Арсенал, Уфа достаточно хорошо сыграл и победил еще одного аутсайдера. И Терек Урал, Урал не привез основной состав и проиграл в Грозном со счетом 5-2. Ну и Локомотив Рубин, Локомотив, видимо, тоже решил поверечь силы перед кубковой встречей и не стал особо, может быть, шибко, как говорится, напрягаться. Итак, прежде чем мы перейдем к обсуждению матча «ЦСК» «Спартак», я предлагаю посмотреть, как сыграли команды накануне дерби. Итак, «ЦСК» практически без проблем обыграл Локомотив на своем поле 4-0, а Ростов победил «Спартак» со счетом 3-0. Жень, к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, эти результаты, которые показал «Спартак» и «ЦСК», на какой-то тебя выводили мысль, на какую-то, как сложится все-таки дерби? Было ли это каким-то... Нет, ну мне хотелось бы, чтобы так и складывалось, что «Спартак» посыпется после того, как проиграл Ростову и проиграл с крупным счетом, получив 3 мяча в свои ворота. А мы выиграли 4-0, поэтому была надежда, что у нас с нападением все-таки что-то налаживается. Поэтому предчувствие то, что мы... Нет, то, что это будет хороший матч, это меня и не подвело, и действительно матч оказался просто супер, действительно, дерби. То, что мы проиграли, мы будем говорить отдельно, да, но предчувствие думало, что мы все-таки победим и должны были победить. Сергей, не показалось то, что «ЦСК» в игре с Локомотивом реализовал все моменты, которые только можно было, там 5 ударов в створ и 4 залетело. И что в матче, в котором мы будем обсуждать со «Спартаком», так или иначе, да, что «Фортуна» в какой-то степени уже как минимум боком повернулась к «ЦСК». Ну да, в части соглашусь, потому что нельзя именно брать за основу те матчи, которые перед этим, перед дерби состоялись, потому что они ввели как бы в заблуждение, заблуждение даже букмекеров. Букмекеры принимали ставки чуть не в два раза на победу «ЦСК», а не «Спартака». То есть они думали, что «Спартак» проиграл, «ЦСК» будет на подъеме после победы, а «Спартак» будет наоборот в разобранном состоянии. Но получилось все наоборот. «Спартак» собрался, видно, опять же, соглашусь с Лисандром, это рука тренера, не перестану говорить, что именно «Каррера» создал эту команду, это команда «Карреры». И 15 раз повторю, что это команда именно «Карреры». «Каррера» создал эту банду, которая бьется друг за друга. Вот этот матч показал, что они до конца играли и победили. И вот эти матчи, говорю, действительно, бывают, да, потому что нельзя пройти весь чемпионат гладко, да, то есть без потерь, без всего. Это мы знаем по любой команде, по любому чемпионату, и предыдущими наши чемпионаты, и зарубежные чемпионаты тоже самое. Поэтому ничего страшного в этом нет. Просто «Спартак» сделал выводы, да, умный, как говорят, сделает выводы на своих ошибках, хочется, а дурак на чужих. Согласен полностью. Константин, «Локомотив» 4-0, по игре ли был счет? И что в этой игре не сложилось у «Локомотива»? Ну, если бы «Локомотив» бы еще раз играл с «ЦСК», и перед игрой бы мне сказали, что моя команда проиграет со счетом 4-0, причем первые три мяча вроде как в первом тайме, да, влетели. Но это ни в какие ворота, причем «Локомотив» как раз-таки с «ЦСК» играл основным составом, никакой не было готовности к кубку. Это вот с «Арубином» был экспериментальный состав. Но здесь можно сказать, что залетело все то, что было в створ, в принципе. Да, «ЦСК» ударил там пять раз в створ, четыре из них были забитыми мячами, да, голевыми. А «Локомотива», к сожалению, даже и без того, у «Голопрестижа» не получилось забить «ЦСК». Ну, наверное, только будем сетовать, если «Локомотив» все-таки возьмет кубок. Ну, будем надеяться. Хотел бы напомнить нашим телезрителям. Сейчас, в эту минуту, идет матч «Локомотив» «Урал», финал Кубка России. И идет 80-я минута, счет 87-я. 1-0 «Локомотив» ведет всем локомотивским болельщикам, которые, может быть, нет возможности смотреть этот матч. Сообщаем счет. Те, кто сейчас смотрит матч «Кубковый», хотим заметить, что сейчас идет еще передача «Все грани мяча» в другом канале. Переключайтесь. Согласен. Саша, скажи, пожалуйста, да, Ростов-Спартак, вот Евгений на прошлой передаче говорил, что Ростов игру сдаст, что Ростов упираться не будет, ничего им не надо и так далее, и так далее, и так далее. Ростов не пропускает 10 игр подряд. На минуточку. 10 игр подряд не пропускает Ростов. И плюс еще сам забил 3. Учитывая, что перед этим он 5 раз не мог, 5 матчей без забитых мячей. Что в этой игре произошло? Спартак после победы над «Зенитом» почувствовал себя королем игры? Да нет, я не думаю, что королем игры. Просто день такой вот получился, что это не день был Спартака. У них вообще ничего не получалось. А вот в Ростове получалось все. Практически. Учитывая, что день рождения, я главного тренера в этот день был. Подарили ему галстук? Торт. Не знаю, что ему подарили. Я не знаю. Сами давайте ничего не подарили. Надо у него еще раз спросить, что там, я не знаю. Ну, это был не день Спартака, команда вообще играла плохо. Я думал изначально, что Спартак будут судьи чуть-чуть прибивать. Интрига появилась. Да, чтобы интрига появилась. Ну, судьи судили очень. Я соглашусь по судьям, да, вопросов, по крайней мере, и вот все, что касается Спартака или ЦСКА, локомотива, мне кажется, проблем нет. Есть одна команда, которая постоянно есть претензии с судейского корпуса, да, но она из другого города. Ты сегодня не в его цветах. Совершенно верно. Спартак вообще, промес вообще ни одного удара по воротам не сделал. То есть вообще даже мяча не получал. Ну, видимо, ехали уже расслабленным, хотя против Ростова расслабленным. Давайте переходим уже окончательно к матчу, центральному матчу не только 26-го тура, но и, пожалуй, весенней части всего нашего чемпионата. Итак, ЦСКА, Спартак 2-1. Хотел бы это слышать Евгений, но болельщики Спартака мне возразят и назовут, что ЦСКА, Спартак 1-2. Евгений, ты был на стадионе, ты жил этой атмосферой. Что не получилось у ЦСКА и что получилось у Спартака? Давай я сначала расскажу, как дела обстоят перед самым, до футбола. Потому что это было мне, как болельщику, около футбола. Мне было приятно о том, что, допустим, были у меня знакомые мои болельщики Спартака, к которым мы встретились. Мы, скажем так, дружно провели встречу, перед матчем пообщались, пожелали друг другу побед, в кавычках, наверное. Хочу сказать, что многие СМИ и телевизионные каналы пишут и нагнетают о том, что это безобразие. Хочу сказать, что где я стоял, это был сектор болельщиков ЦСКА. Мимо нас проходили болельщики Спартака. И все это было, вообще даже оскорблений в друг другу, в сторону не было. А тем самым Локомотив забивает второй мяч в Кубке. И, скорее всего, возможно, возьмет Кубок. Локомотив, обладатель Кубка России. И Юрий Павлович Семин становится шестикратным обладателем Кубка России. Ну вот, действительно, все было, пришли на трибуны, ну и сам матч, вроде бы, начало матча было великолепным. Мне очень нравилось, как мы комбинировали. Да, естественно, я с тобой соглашусь, что Фортуна, та, которая у нас присутствовал в матче с Локомотивом, к нам повернулась другой частью, чем должна была повернуться к нам. И вот этот пропущенный мяч нами, как бы немножко нас, как бы, как Кличко, скажем так. Я тебя понял. Только одно мне теперь расскажи. Я тебе хочу сказать одно. Нет, ты мне одно расскажи. Каким образом Гончаренко выбрал в игре со Спартаком на Бабкина, который весь сезон просидел на лавке, и тут он выходит на дерби на Бабкина, Это говорит человек, который не был на стадионе. И что? Потому что, рассказываю вам, должен был выйти Алан Дзагоев, и он тренировался и разминался, и он должен был выйти вместо на Бабкина. Должен был выйти, но он не вышел. У нас на Бабкина и Дзагоев на одной позиции играют. Не играл, по той схеме, в которой вы ходили, должны быть три у нас. У нас пять защитников играло. Ну, на Бабкина не должен был. Там должен был Дзагоев быть. Но Дзагоев получилось так, что он в предматчевой тренировке, которые там разминки, он получает травму. Вместо него выходит на Бабкин. Ты думаешь, я рад, что он вышел? Я не знаю, рад или нет. Но матч, я хочу сказать, что во втором матче, то, что вытворил Васин, это просто безобразие. За это из детско-юношеских спортивных школ выгоняют просто-напросто за это. И из сборной тоже. И из сборной тем более. Не, на самом деле, мне кажется... Васин проиграл конкретный игрок, проиграл этот дерби. Это Васин, который не вынес мяч. Что он хотел сделать, мне кажется, такое впечатление, что он, наверное, специально хотел забить, вот так, чтобы забили его. Может быть, купили его. Я не знаю. Как ни трогалу болельщику, на матче было видно, что, мне кажется, что один, что и второй тренер, в принципе, угадали с тактическими действиями. Здесь больше, наверное, было брешь в обороне ЦСКА. И, соответственно, получилось то, что получилось. Соответственно, индивидуальные ошибки защитников привели к одному взятию ворот ЦСКА, да, там, и второму тоже самое. Да, Константин, вот тут непонятно, трансляция идет, и непонятно, что происходит. Драка на поле. Сейчас драка идет на поле. Причем команда на команду в Кубке России. Мы это в прямом эфире смотрим. И, вы знаете, честно говоря, даже страшно. Неприятный этот момент, да? Я не помню, я не помню, чтобы такое... Именно рукопашный бой. Вы знаете, инициатором, скорее всего, была лавочка Урала, а именно вот всем известный директор клуба, как же его, Геннадий Иванов, соответственно, да. Уводит команду, это как выводит. Нет, нет, он пытается уводить команду. Ну, будем надеяться, да. Ну, к сожалению... Осталась одна минута до конца матча. Да, да, те, кто смотрит сейчас нас, может быть, и нет возможности смотреть и матчи, и нашу программу. Можно я тоже как нейтральный добавлю? Скенка на стенку, да, это, конечно... Добавлю право матчу. Да, пожалуйста. Просто с СССР надо было решать все в начале матча. Первые 30 минут, да. Первые 30 минут, согласен. Преимущество СССР было подавляющим, да, Матча? Абсолютно. С СССР моменты были, СССР моменты не использовал. Давайте, скажем, ну, это неудача или что-то неумение. Не знаю, как не везло, может быть, им, да. А потом Спартак уже воспользовался своими. Спартак забивал, да. Вот Спартак забил то, что... Да, контратака, опять-таки. Даже, да, даже тот мяч, вот действительно, Женя сказал по Васину, то мяч, который Васин спас, можно сказать, с ленточки вынес его. Не вынес, но забрал его на ленточке. А потом, ну, ошибся, да, бывает. Вот этот мяч, опять же, залетел, получается. К сожалению, да. Саш, скажи, пожалуйста, вот болельщик ЦСКА говорит о том, что ЦСКА не повезло, Спартаку повезло, а вот мне лично кажется, что Спартак эту победу заслужил прежде всего своими тренировками, отношением к делу, тренерскими решениями и, соответственно, что игроки поверили в тренера. Да, я с вами соглашусь об этом. Ну, вот, я тоже смотрел игру, не ЦСКА. Я верил, да, в победу, конечно, Спартака, но в эти первые, вот эти 35 минут сердечко аж в этот, колотилось, да. То есть, Спартак ничего... Ты побереги себя. Не-не-не, Спартак вообще ничего не создал. И вот эта ошибочка с родной контратаке. И, конечно, тренер перестроил команду сразу. Не, ну, заглотись, мы забили, мы ответный мяч забили до перерыва. Поэтому можно было что-то варьировать во втором тайме. Жень, Жень, в Спартаке хорошо сыграл, то есть, все болельщики, я думаю, Спартака простят Попову. Попов вообще, вот, как его взяли, он плохо вообще. Поначалу потом... Он выложил два паса прямо в ножку практически. То есть, он забил... Ну, выложил пас, то есть, забил Андриана, да, и Глушак. Но вот эти два момента он практически закрыл свой вопрос. Ну вот, понимаешь, в каждой игре у Спартака кто-либо сверкает. То находится, то Самедов забьет на последних минутах, то Глушаков забьет, тут Попов неожиданно для всех сыграл с Крепов. Капитан команды повел за собой, Глушаков. То есть, сколько раз он выручал уже команду в таких вот сложных играх, забивал. Глушаков полностью согласен. Победный мяч и плюс. Ну, и всего, и вчера забил победный мяч позавчера. Ребята, у нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся, да, и продолжим. Добрый вечер. Да, алло, здравствуйте, уважаемый, для футбола беспокоит вас Ильдар. Да, Ильдар. Вот, да, по поводу матча, на самом деле, ну, да, вот, Адерби, только сейчас отхожу и понимаю, что на самом деле произошло. А произошло действительно, ну, для всех болельщиков ЦСКА очень ужасные вещи. Соглашусь, Евгений, по поводу Васина. за такие дела. Я понимаю, был бы он возраст как Головин, который вот на первой минуте там как-то чего-то хотел, как лучше, молодой еще, неопытный, скажем так, можно простить. Ну, Васину, простите, дружище, тебе 28 лет, ты детям во дворе должен уже объяснять, что такие ошибки допускать нельзя у тебя в штрафной. и какого фига ты начинаешь водиться... Даже во Вратарской, не во штрафной, во Вратарской. Во Вратарской, да. Даже во Вратарской, это я не знаю, но это просто, ну, и фирме не позволяет выражаться на самом деле. Вот, по поводу Набабкина, ну, скорее всего, там не Дзагоев должен был играть, а, наверное, Щенников, ну, или хотя бы Миланов. Нет, ну, Эльдар, ты же видел, Дзагоев разбинался. Да, причем, если разбинался, они на разных позициях. На разных позициях, конечно, но выпускать Щенникова, это, блин, ну, это провал дичайший. Набабкина. Ну, нет у нас, не было у нас... СССР нет, запасных нету, то есть, действительно, скамейка, скамейка слабая. Да, это не первый год. Да, на самом деле, нам по-хорошему надо было решать, ну, в первые 15-20 минут, тогда бы все уже действительно пошло по-другому руслу. И вот, кстати, сейчас в одной небезызвестной газете, не «Спорт Экспресс», а другая, «Советский спорт», сейчас обсуждается тем, якобы ЦСКА специально там как-то чего-то уступил Спартаку чемпионство. Вот ваше мнение, если вы читали уже об этом, а так, конечно, для меня это личная была трагедия. Не читая советских газет, рекомендую по утрам. Ну, конечно, вы знаете, общаясь со спартаковским болельщиком, еще, не знаю, 10 туров назад, я говорил, когда ЦСКА проиграл Спартаку в первом круге, да, я говорил, что проиграли битву, но не войну. и вот буквально позавчера он написал, видимо, мы и войну выиграли, АЦСКА проиграл. У нас есть еще один телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся. Давайте, Юрий Сергеевич, здравствуйте. Да, Юрий Сергеевич. Мне не понравился еще Головин. Во-первых, он должен был забивать первый мяч слева направо перебросить, комментатор ведь правильно сказал, даже можно было кофейку успеть попить, не то, чтобы слева направо перебросить, и правой ногой забивать в пустые ворота. Мало того, что он не забил, он помог забить первый мяч в ворота. Да, обрессы от него пошло. Ну, выбей, выбей в аут. Элементарно. Ну, у него отобрал попов мяч, ну, а дальше было, как говорится, делать техники. Ну, а что Васин хотел изобретить, я, откровенно говоря, не понял. Думаю, никто не понял. Ему навязал Забнин просто борьбу. Да какой Забнин навязывает борьбу? Выбей на угловой. На угловой. В возможности будет. разбирали этот момент как раз. Нет голевого момента. Ну, подали по головой. Дальше видно было, как сложилась бы игра. Вот ошибки. Юрий Сергеевич, признаете, хорошо, это понятно. Юрий Сергеевич, признаете, что Спартак по этому сезону все-таки выглядит лучше, чем ЦСКА и достойно опережает вашу любимую команду в турнире. Я же еще прошлый раз помню, что сказал Олег, что Спартак чемпион. Да? Спасибо. По игре. Спасибо, Юрий Сергеевич. Всем болельщикам ЦСКА не переживать, еще много сезонов впереди. Продолжу. Сегодня просто прочитал интервью Глушакова, не помню какому изданию, и он, мне понравилась фраза, его спросили про карреру, как вот тренер, а он говорит, вы знаете, на первой тренировке когда мы пришли, он сразу сказал, кто будет филонить, до свидания. Даже на тренировки не допущу, понимаешь? То есть это видно, подход человека к делу. То есть никакого расслабления. Вот они так играют, как без расслабухи. Ну, может быть, там с Ростова. Саша скажет, расслабились, не расслабились, не знаю. А так, в основном, в принципе, они провели сезон ровно. Пусть они выигрывали там не так ярко, там были 1-0, были случайные, может быть, какие-то победы, но, как говорится, везет сильнейшему. Все равно. По борьбе они боролись. Ну да, боролись. Вот смотрите, мы сейчас чуть позже... Были же в конце победы. Да, мы сейчас чуть позже посмотрим турнирную таблицу. Но я вам скажу, что ЦСКА в былые годы становился чемпионом, набирая меньше очков. Так мы же и говорим, что чемпионат стал... Нет, ну зачем? Слабее. Ну шансы еще есть. Слабее. Нет, я в том плане, что раньше лидер набирал меньше очков. Это говорит о том, что он играл с командами более сильными. И становился чемпионом за сколько туров иногда? За один, за два. Какой? Это был один-два года. Да хорош, никогда не обеезжали на 10 очков. лет 10, только Зенит, по-моему, последнее чемпионство, он там за три тура стал чемпионом, а так все решалось один-два тура. В прошлом году, в последнем туре, позапрошлом. Зенит, когда выиграл первое чемпионство, в последнем туре все решалось. Так точно. Здесь больше побед именно у команды, которая по итогам нескольких сезонов, у Спартака, наверное, больше всего побед за несколько чемпионов. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Я хочу добавить, тут даже в Спартака, да, я болельщик Спартака, но в Спартака вот самая слабая защита, я вам скажу. То есть, если брать статистику по всем кубам, то есть, защита не чемпионская, как вот было там в остальных. Я соглашусь полностью. То есть, защита не чемпионская, зато нападение какое. Не, я говорю, лучшее защита это нападение. Это к чему сказано, потому что это команда. То есть, это команда. То есть, защита провалилась, отработало нападение. как Ростов, да, как Ростов, мы что-то говорим. Там берут, как сборная Бразилии. Ставят опорником, он и играет, и ничего страшного. Давайте, в СССР, я скажу, у вас еще бог был, Акинфеев пару моментов вытащил. Если бы не он, что мы проиграли бы крупнее. Естественно, у нас Фортуна к нам уже лицом поворачивалась в этом матче. Но, если бы не вот эта ошибка, еще раз повторю, Васина, которая привела голову, мы не стали бы открывать эти зоны бы. Соответственно, не было такой возможности у Спартака нагнетать. Жень, ну если бы забили все, что в начале, то балл. И Васин был нормальный. А у нас выходит опять Аланары. Что он сделал, зачем он выходил, вообще мне непонятно. К сожалению, Аланары не вписаны абсолютно в игру ЦСКА. ЦСКА, к сожалению, мне кажется, забил все в предыдущих играх. Да не предыдущих. Я не соглашусь. Но здесь вот, когда счет 1-1 стал, мне очень понравился гол Березуцкого. Показал, что это была какая-то наработанная комбинация именно Гончаренко. Сейчас я расскажу про этот гол. И опять же, возвращаясь к тому, что, на мой взгляд, Гончаренко, в принципе, угадал и с составом, Жень, и с тактикой на игру. Здесь были индивидуальные ошибки. И разбирая момент с Васиным, я увидел, что он дважды мог выносить мяч с линии вратарства. Сначала выбить мог сразу. Он подыграл. Второй раз мог вынуть. И когда уже к этому клеви подошел, мог выбить. Здесь я еще хотел бы отметить спартаковскую игру, которую, опять же, про победы я сказал множество. Но по статистике, опять же, Олег, возвращаясь, никогда чемпион не проиграл крупно несколько раз. Он проиграл Крыльевым Советом 4-0 и вот Ростову. Но все равно, несмотря на это, несмотря на малое количество очков, которые раньше чемпионы набирали, этот чемпионат и этот сезон полностью какой-то новой страницы открываются. Хорошо, а есть еще одна статистика, что команда, сменившая тренера по ходу сезона не становится чемпионом. Карьера сменил по ходу сезона Олеговичев? После первого тура. После второго. Кипра проиграли. Это какой тур был? Третий, по-моему. Не второй, не третий. Олег, поменяли практически все тренера, кроме Зенита. Значит, получается, в этом году Спартак не только станет чемпионом, набрав рекордное количество очков, одержав рекордное количество побед, но и нарушит статистику, которая ведется уже с 91-го года. С времен Ивана Грозного я скажу. Практически с Ивана Грозного, что ни одна команда не становилась чемпионом по ходу его сменив тренера. В этом году, видимо, это произойдет. Да. Ну что, аплодировать будем? Стали чемпионом? Да, два ноли же, гравировка. Спасибо. Локомотив в Лиге Европы. Кубка России и представляет Россию в Лиге Европы. По поводу забитого мяча, который забили в Испартаке, который забил в Березусске, почему я уточнил немножко. Когда я смотрел матч с Локомотивом, был на стадионе и точно такой же штрафной мы разыгрывали на этом же фланге практически с той же точки. Надка подходит, начинает показывать что-то, потом показывает, нет, 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 не показывай, мы сидим за чуваком. Значит, какая-то комбинация должна была разыграться в следующем матче. Но они разыграли, мы не забили, там другой момент был хороший. И тут в матче с Локомотивом, вернее, со Спартаковым, я вспомнил этот момент и было точно что прям показано, как он играет и он проходит, забивает. То есть, это наигранная комбинация была сделана давным-давно. Соглашусь, соглашусь. Мы еще, конечно, вернемся к матчу ЦСКА-Спартак, ну, а пока хотелось бы обсудить еще один матч этого тура. Он был не то, что определяющим, он мог немножко перевернуть историю, в том плане, что Локомотив уже близко мог подходить к первой четверке, да, а Рубин окончательно не свалится в подвал турнира на таблице. Тут таблица. Константин, Локомотив, Рубин со счетом 1-0, Рубин победил в Москве на выезде, Локомотив берег силы, Локомотив после 4-0 не пришел в себя, и Локомотив все свои мысли оставил или готовил к Сочи к сегодняшней игре. Ну, во-первых, да. И не зря это сделали. И не зря это сделали, как это уже было видно. Да, Олег, хочу сказать, что состав был, ну, если не экспериментальный, то, по крайней мере, все ретерверисты вышли, тот же Баринов молодой, который, в принципе, очень мало встреч провел именно в основном составе. Здесь, да, поберегли силы, ну, и точно так же, как и Урал, который тоже проиграл с крупным счетом. Здесь еще был такой момент, что Рубину все-таки нужна была эта победа кровь из носу, чтобы сохранить как бы своего тренера, потому что там на волоске висела судьба. Там ужинают, то увольняют, то не увольняют. И здесь скучные, скучные, вязкие, где-то местами непонятный футбол показал, что одна, что и вторая команда, и вот один забитый мяч повлиял на то, что Рубин эти три очка увез из Черкизова. Но, опять же, Олег, возвращаясь к тому, мне кажется, правильную ставку сделал тренерский состав, что поберег силы, и вот это вот сейчас нам показало, что Локомотив стал обладателем Кубка России. Урал поберег силы, тоже не повез в Грозный, ну, почти всю команду, даже тренер не поехал на эту игру. Павлюченко получили пять мячей, да, Павлюченко забил, но и Кубка-то, в общем-то, тоже они не получили. Ну, ставку сделаем, ставку не сыграло. Души. Подравили, сейчас будут разбираться. Четыре удаления было, два в одной команде, два в другой. Да, сейчас четыре удаления, вот эта вот история разрешилась, но в итоге... Там реально просто, не просто толкались, это в каждой игре бывает, там в бомб сойдутся, а тут реальная была рукопашная. Нервы не к черту. Будет возможность, посмотрите, даже я в прямом эфире, у меня глаза были больше, чем экраны ваших телевизоров. Сейчас распугаешься, переключатся. Будут смотреть. Давайте, друзья мои, посмотрим, с кем в 27-м туре будут играть команды, чтобы мы понимали, неустанно повторять, чемпионский ход Спартака. Спартак будет играть с Томью. Томь занимает 16-е место, играет с мальчишками, и шансов обыграть Спартак на его поле, я бы так же сказал, минус 101%, мне бы так кажется. ЦСКА играет на выезде с Амкаром. Амкар и ЦСКА, у них достаточно долгая история с любви, и так можно сказать. ЦСКА не побеждал Амкар в Перми чуть ли не 7-8 лет. Либо ничья, либо проигрывал. Практически Амкар не проигрывает дома. Один матч только локомотиву проиграл. И Зенит-Терик. Зенит-Терик. Терику, наверное, уже все, больше ничего не надо. Как всегда это бывает. Ну и Зенит, соответственно, как мне кажется, не испытает каких-то больших проблем в игре с грозненской командой. То есть, тур проходной. Учитывая, что Зенит впереди, ЦСКА, видимо, придется удовольствоваться бронзовыми медалями. Итак, Саш, скажи, пожалуйста, Спартак-Томи. Понятно. Мы сейчас можем рассуждать, что Томи может дать бой. Если Зенит не набирает очков в игре с Териком, то Спартак уже в этом 27-м туре может стать чемпионом. Ты как к этому готовишься? Обычно. Обычно как? Не, будем ждать. Нет, не, не. Обычно 16 лет. Обычно 16 лет. Я как обычно готов. Нет, не, не. Будем ждать, конечно. Но мы станем уже чемпионом. Когда вот закончится последний тур, вот тогда, да, я скажу. Чемпионами можно стать уже в этом туре? Не, ну можем встать, да. Пока А, нет, не можете. Четыре очка. Пока сейчас действующий чемпион это ЦСКА, понимаете? Вот, ты признаешь это, да? Сейчас действующий чемпион ЦСКА. Саша, я тебя снова заважал. Действующий. Ну, закончится все этот турнир закончится, вот будет официально объявлено Спартак чемпион. И ты нам полян накрываешь? Не. Ну, правильно. Да, все-таки да. Все-таки все-таки раскрутили. Не, проходная игра. Спартак, я думаю, дома, на своей арене. Кто-нибудь должен делать? Да, обыграет. Согласен. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас образовалась после 26-го тура. И там мы видим Спартак, внимание, 60 очков. И это за 4 тура до конца чемпионата. Зенит теперь уже на 2 очка опережает ЦСКА. И, как я и говорил, уже, не знаю, 5 передач назад, что именно так будут располагаться команды Спартак, Зенит, ЦСКА. Именно эти команды, как мне кажется, и останутся в таком порядке после 30-го тура. Краснодар, Ростов, Терек, Уфа и Локомотив. Локомотиву теперь уже точно больше ничего не надо. Ну, а Краснодару нужно защищать четвертое место, потому что оно гарантированно дает право играть в Лиге Европы. Ну, и нижняя часть турнирной таблицы с Томью все ясно, шансов ни одного, а вот Арсенал, Крылья, Оренбург, они, эти три команды, да, мы видим Анжи 29, да, и мы видим, что они будут бороться кто? не окажется на пятнадцатом на пятнадцатом месте. И все равно две будут в переходном участвовать еще. Кто? Две команды, ну, 13-14 еще в переходном турнире. Я говорю, кто не займет пятнадцатое место. Там тоже еще ничего неизвестно, там как Тихонов упрется, с Енисей. Но мы точно знаем, что Динамо ждем. Динамо тоже возвращается. Динамо возвращается. Это да. Друзья мои, конечно, вам еще рано подводить какой-либо итог чемпионата, но, тем не менее, если делать промежуточные выводы, что в этом чемпионате, ну, мы же говорим, Спартак чемпион, тут уж скрывать нечего. Чем в этом году Спартак лично вас удивил? Жень, вот, на твой взгляд. Спартак меня, наверное, удивил своей организацией игры, которую поставил карьеру, поэтому, действительно, все это случилось. Именно организации игры, да. Меня удивило то, что, да, наверное, что вот по ходу сезона тренер, который первоначально был тренером обороны, да, пришел и доверие Федуна оказал полностью. И, на мой взгляд, я уже не сомневаюсь в том, что Спартак станет чемпионом. И здесь и спартаковский вот этот дух, футбол, который так любит, болельщики этого клуба. Все это было видно и самое главное, это были обыграны прямые конкуренты за чемпионство. ЦСКА обыграли дважды, Зенит обыграли тогда, когда обыграли, когда это было необходимо. Соглашусь. Сергей, что тебя вот лично, чем тебя поразил Спартак в этом сезоне? Ну, меня не поразил, потому что я сразу же, как только пришел карьера, я уже говорил об этом, что мне, я сказал, что команда это совершенно другой Спартак. Вот этот Спартак может действительно стать чемпионом. Я говорил, по всему сезону. И Спартак оправдал мои надежды, что он действительно смог. У ЦСКА, хочу сказать косвенно, ЦСКА тоже прекрасный тренер Гончаренко. Но у Гончаренко нет, действительно, у него нет материала такого. Если Спартак мог варьировать, даже с учетом травм, сколько у Спартака в конце, Кирилл все жаловался, у нас много травм, но Спартак сумел, да, перестановкой какой-то, запасными игроками восполнить этот ЦСКА, уже какой сезон ЦСКА сидит без скамейки запасных. Получается, у них играет, вот сколько там, 13, давайте вспомним еще, что Спартак как усилился в зимние межсезонья, и Адрианов, и Фернандов. По усилению соглашусь, самое большое усиление было в межсезонье. В межсезонье было, Самедов пришел, И получается, что Спартак понял, что нужны игроки, Федун это тоже понял, купил, и команда довела до конца, что пришло к чемпионству. А вот ЦСКА, видишь, это не получилось, хотя вот Гончаренко, я считаю, что по игре, да, Жень, согласишься со мной, при Гончаренко игра поинтереснее стала у ЦСКА. Не с теми же игроками только поменяли тактику. были бы какие-то игроки, которых он мог бы поставить. В сравнении со Слуцким, да, мы сколько раз здесь говорили, он приводил к чемпионству, у него какая-то модель была выстроена, но невозможно было смотреть на игру ЦСКА. 1-0 и 3-0. Невозможно. Поинтереснее, поинтереснее, согласитесь, поинтереснее, игра стала поинтереснее, молодой тренер, перспективный, я думаю, будет все хорошо у ЦСКА, если они еще, смогут купить кого-то в сезоне. Саш, чем удивил, может быть, я не знаю, порадовал, восхитил в этом сезоне Спартак? За счет чего он скоро станет чемпионом? Я уже говорил, что командный дух, у них поменялся за счет командного духа, то есть ребята, я думаю, выиграли чемпионы. Они стали командой, стали командой. То есть, я где-то читал, там Толик Лушаков, раньше у них была, то есть, команда была, отыграли и разъехались. они были разделены на два лагеря, то есть, иностранцы вот эти все отдельно, русские отдельно, сейчас у них все по-другому, то есть, они все вместе, там где-то там, какие-то эти шашлычки делают вместе, там на базе, ну я читал в этом, то есть, тренер, все сделал тренер, я так думаю. И команда поверила в тренер, и пошла, и, то есть, у Спартаке сейчас, на каждой, есть конкуренция, то есть, никто там не обижается, не этот, то есть, люди конкуренции. вы говорили, Кутепов, 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 вот уже, сколько там, 5-6 туров, Кутепов не выходит, его, Джики. Говорили, Давыдов, Давыдов. Съел. А Давыдов забивает красивые мячи, но за Спартак 2. Итак, сейчас барабанная дробь. Друзья мои, я должен сказать вам, то, что сейчас вы увидите на экранах, вы не видели этого никогда в программе «Все грани мяча». Может быть, я забегаю вперед, может быть, я тороплю события или бегу впереди паровоза, но то, что вы сейчас увидите, еще Дзюба не ходил в спартаковскую школу, еще в городе, видны, многих улиц не существовало, еще не было кругового движения на ПЛК советское, еще, ох, сколько же можно еще перечислять, но сегодня премьера, то, что вы увидите сейчас. Внимание на экран. Спартак чемпион, друзья мои. Спасибо большое моим коллегам за то, что они поняли этот намек, и действительно, друзья мои, Спартак после 16 лет практически стал чемпионом. Я уже не боюсь, как говорится, там, не знаю, накаркать или еще что-то либо. Вот, поэтому в следующих передачах мы будем только говорить о том, каков будет разрыв от преследователей. Ну и сейчас еще одна барабанная дробь, потому что у нас есть еще один чемпион. Внимание на экран. Что сказать чемпион? Динамо чемпион! И наши аплодисменты! Поздравляем! Действительно, друзья мои, вы можете себе представить, у нас в программе две команды из Москвы и обе чемпионы на Спартаке. Динамо, причем Динамо уже оформили свое чемпионство уже де Юре. Да. Де Юре оформили чемпионство. Я поздравляю всех болельщиков Динамо. То, что расставание с Премьер-лигой было однолетние, временные. В это, мне кажется, верил каждый. Сергей, поздравляю в лице всех болельщиков Динамо. Малые золотые медали, как их называют. Хоть что-то дали. Да. Сезон прошли достаточно уверенно. Да, спокойно. Не было каких-то напрягов, каких-то там падений, взлетов. Все было четко, уверенно. Единственное, что я не помню, вы наберете 100 очков? Нет, не наберете? Нет, не знаю. Вряд ли, наверное, наберете. Вряд ли, наверное, да? Нет, не в этом дело. Нет, просто я помню, Терек, когда выходил, он 100 очков, по-моему, набрал, с первого места выходил, 100 очков, рекорд установил. Нет, потому что у нас два поражения всего зависит. Ну, там 38 матчей, сам понимаешь. И мне, Саша, соглашусь, что у Динамо тоже создалась такая команда-банда, потому что действительно, каждый за себя. И вот они, все игроки, давая интервью, сейчас говорят, что у нас такой команды не было. Ну, была, может быть, при Силке, мы вспоминали, когда играли Хохлов с Симшоум. И сейчас каждый друг за друга тоже вот они и выезжают вместе в ресторан и отдыхают. Вот, поэтому, слава Богу, усилимся и, я думаю, стараемся как можно выше подняться в следующем году по таблице. Я больше, чем уверен, что многим болельщикам, ну, неприятно, скажем так, было, вне зависимости от клубных пристрастий, неприятно было, что Динамо вылетело, потому что без Динамо мне кажется, что ну, и чемпионат какой-то, не чемпионат, может, поэтому Спартак и будет чемпионом в этом году, что Динамо не было, понимаете? Динамо не было в премьер-лиге. Сергей, поддержишь мою такую мысль? Мы же отнимали, 6 лет ЦСКА не мог нас обыграть, ближайшие серии такие, понимаешь? Это раз. Во-вторых, действительно, мне самому даже, когда, если бы вылетела какая-то команда Грант, допустим, у нас не так много команд, понимаешь? И посмотри, как играют, допустим, на полях, там, в Томи, там, где-то там еще в небольших городах. Ну, это, я насмотрелся вот это вот сейчас в первой лиге, да, 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 где приходят всего, летят в Хабаровск, ребята там, чуть не 12 часов, а там приходят 3000, и половина из них солдаты сидят на трибуне. Самая посещаемая команда, зрители, это Спартак. Вот, видишь? Да, заметь. Потому что народная команда. Самая посещаемая. самая посещаемая команда какая? Спартак, Барселона, Краснодар, по крайней мере, в России. Я имею в виду здесь, в нашем регионе. А, в нашем регионе, вокруг Питова. Тогда понятно, друзья мои. Не читайте советских газет, как говорил Целайсик, и не слушайте болельщиков Спартака. Самый посещаемый стадион, это Краснодар. Это стадион. Не стадион, а болельщик, самым большим. Не, 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 не. Не, не, не. Как только Краснодар открыл свой стадион, больше всего боленщики. За сезон, за сезон. За сезон. Краснодар играл на Кубани. На Кубани. Там вот приходил 3000 там. Друзья мои. Три коллеги там в Краснодаре ходят. я понял, Саша, он сказал, что по сезону, по сезону, по всему, Спартак на первом месте. Согласен. Согласен. Но как только вели Краснодар. Любят команды, любят команды, потому что команда народная. Народная команда. Ну что ж, друзья мои, пролетели 45 минут. Незаметно. Спасибо, что все это время были вместе с нами. И подводя итог, могу сказать, локомотив, обладатель Кубка, Динамо в премьер-лиге. Спартак, скорее всего, уже чемпион. А всем остальным командам бороться, тренироваться. А болельщикам болеем за своих. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова